Всем привет! Сегодня я вам расскажу, как приготовить свинину в кисло-сладком соусе. Это блюдо китайской кухни, поэтому там будет необычное вкусное сочетание разных ингредиентов, как любят жители той далекой страны. Обычно свинину такую подают с рисом, но я сегодня буду варить гречку. Вы гарнир можете использовать любой, хоть жареную картошку, хоть макароны, но лучше всего это мясо сочетается, конечно же, с рисом и с гречкой. Внешне оно очень похоже на гуляш и на бифстроганов. И если вам надоело уже эти первые два блюда, вы можете смело попробовать приготовить такую свинину, и вы убедитесь, что сходства только внешние, а вкусы совсем разные. Оставайтесь со мной, я вам сейчас подробно расскажу, как приготовить такую свинину. Все ингредиенты я, как обычно, уже подготовила заранее. Количество каждого продукта я укажу внизу в описании под видео, чтобы здесь это все не озвучивать. Нам потребуется мясо, я взяла свиную карбонат свиной, если вы хотите, можете брать и шейку, и говядину, как вы хотите. И нарезаем его вот такими вот, ну такой крупной соломкой, да. Очень мелко мясо не режьте, потому что, во-первых, оно будет мариноваться, потом оно будет тушиться, и чтобы оно не развалилось и не утратило свою структуру, его, ну, сильно мелко резать не надо. Красная паприка, красная, ну, потому что она лучше видна, и она более сладкая, вот, хотя можете, в принципе, брать любую. Паприку нарезаем тоже такой вот соломкой. Ее делаем длиннее, чем морковку. Морковка у нас получается вот примерно такими вот, с такой соломочкой, такими брусочками тоненькими, да. Лук. Нарезаем полукольцами. Сильно толсто резать не нужно. Еще нам потребуются ананасы. У меня свежего ананаса нету, да, в магазинок у нас сейчас не продается, конец ноября. Поэтому я взяла консервированный. Ну, и консервированный, он, конечно, будет слаще. У нас будет кисло-сладкий соус все-таки, поэтому они хорошо сюда подойдут. И нарезаем его примерно вот такими вот кусочками, да. Для маринада мяса нам потребуется сахар, картофельный крахмал, молотый имбирь. Если у вас нет молотого имбиря, можете брать свежий и натереть. Но имбирь стоит положить. Он придает маринаду свой вкус. И, конечно же, самое главное в маринаде мяса, это у нас будет соевый соус. Соль и перец ложить не нужно. Потому что острым нам это блюдо делать не надо. А соль не надо ложить, потому что соли достаточно в соевом соусе. Если вы ее добавите, вы просто пересолите ваше мясо. Ну, и первым делом приступаем к маринаду нашего мяса. Мясо у нас будет мариноваться примерно полчаса. Ну, если у вас, допустим, есть какие-то неотложные дела, вы можете мясо оставить на более длительное время на маринад. Ничего с ним не случится. Я уже его положила в мисочку. Теперь я беру сюда весь крахмал. Вы можете маринад приготовить отдельно. Все смешать и потом уже добавить его в мясо. Ну, я в этот раз делаю так. Молотый имбирь. Весь сахар. И заливаем это все всем количеством соевого соуса. Теперь это все тщательно перемешиваем. Мясо я уже перемешала. Я его накрою пищевой пленкой и ставлю на полчаса, как я уже сказала. Пока займемся приготовлением овощей. Я буду делать все в кастрюле. Если вы хотите, вы можете использовать сковородку. Или, например, вог, если у вас он имеется. Теперь смотрите. Я налила в кастрюлю буквально пару ложек оливкового масла. Вы можете брать обычное подсолнечное, если у вас нет оливкового. Отправила туда лук, когда масло хорошо разогрелось. Обжариваем лук до золотистого цвета. До готовности его жарить нет необходимости. У меня тут на кухне стоят такие ароматы. Жарелым луком пахнет. И маринад от мяса просто объедение какое-то. Я уже вспоминаю вкус этого блюда. Хочется быстрее приготовить. Уже начать себя баловать. Часто я такое не готовлю. Но вот сегодня я решила рассказать вам о таком замечательном рецепте. И заодно побаловать себя и свою семью. Ну вот, видите, лук уже приобретает такой полупрозрачный цвет. Да, уже начинает немножечко он золотиться. И теперь мы туда отправляем морковку. Теперь немножечко убавляем огонь. Оставляем тушиться морковку с луком примерно на 5 минут. Прошло 5 минут. Теперь берем ананасы. Лишний сироп я уже слила. То, что у меня сейчас тут вылилось, это уже из самих ананасов. Да, весь сироп не нужно использовать. И весь красный перец сладкий. Все перемешиваем. И оставляем готовиться. Сейчас я это накрою крышкой, когда перемешаем. На маленьком огне оставляем готовиться минут на 15. Если вы хотите мясо предварительно обжарить, то есть взять сковородочку и обжарить с каждых сторон все кусочки мяса, чтобы они схватились и получилась корочка, то тогда овощи готовьте полностью до готовности. Мясо, если вы пожарите на сковороде, оно уже немножечко придастся термической обработке. Его не надо будет так долго готовить. Но я обжаривать мясо не буду. Поэтому я свои овощи тушу примерно 15 минут при закрытой крышке. И потом туда со всем маринадом отправляю сырое мясо. Прошло 15 минут. Я к овощам отправила мясо со всем соусом. Накрою сейчас крышкой. Поставлю самый маленький огонь. И буду тушить примерно полчаса. Если вы мясо предварительно немножечко обжарили, вы можете время тушения немножечко уменьшить. Но так как я готовлю из сырого мяса блюда, мне хочется, чтобы мясо было более длительное время, подверженное термической обработке. Мне так будет спокойнее. Пока тушится мясо, вы можете приготовить гарнир. Прошло уже полчаса. Мясо готово. Как видите, оно не потеряло свою форму. Да, внешне оно действительно похоже на гуляш, на бефстроганов. Я ему дала немножечко остыть. И переложила на тарелочку. А на сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые ролики. Ставьте лайки, пишите в комментариях, что вам понравилось. Или, возможно, не понравилось. А может быть, вы хотите еще увидеть какой-то рецепт на моем канале. С вами была Кристина на канале Ванильные пряности. До скорых встреч!